Спасибо! Спасибо! Мы с вами будем играть дальше, мы готовы играть, а вы готовы смотреть? Да! Ну-ка, не слышу? Да! Ура! Ну, реагируйте, реагируйте! Итак, для следующей импровизации нам будет нужна женщина. Я с удовольствием приглашаю на эту сцену мою новую студентку. Она ходит ко мне заниматься в новую взрослую группу. Это человек, которого многие знают в нашей русской комьюнити. И это Людмила Шимановская. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ У меня нет большого театрального экспириции. В принципе, я первый раз пошла во взрослую группу театрального коллектива и не пожалела об этом. Вот мне пригласили в первый раз. Это моя сегодня премьера. Это бутиком есть исходительник. Ну, биографию мы рассказывать, собственно говоря, особенно так, как я не знаю, что с театром было мало что связано. Правда, в семье, так сказать, у меня вот сестра художница, поэтому, может быть, она тоже для театра рисует. И как-то так у нас, в принципе, было это принято в семье. Вот. Ну, попробуй. Короче, попробуй. Волноваться не нужно. Сейчас испанских товарищей, пожалуйста, припроводите музычку, да. Всё. Отправили. Хорошо. Ну, человек, который первый раз на сцене, знаете, он волнуется. Поэтому ей, конечно, сейчас... Ну, она очень хорошо занимается. Я думаю, что сегодня всё будет хорошо. Кстати, в Антракте меня спросили. А что, по чесноку у вас вот люди ничего не знают? Ребят, по-честному абсолютно играем. Люди, которые приходят сейчас, входящие на импровизацию, они не знают, про что там. Они не знают, что и как. Совершенно честное слово, абсолютно. Так. Следующая импровизация посвящена одному из очень важных героев, вернее, героинь спектакля «Блэсс». Когда там приходит Мария, если вы помните, она всё время говорила, тётечка запрещает, тётечка не разрешает, тётечка там не даёт. Помните, да? Если помните. Вот сейчас в пародии было, у нас дядечка не разрешает. Ну, мы просто спародировали и решили дядечку. Так вот, мы решили представить, тётечка сама в спектакле ни разу не появляется. А вот сегодня мы решили представить, какая нам может быть вот эта самая тётечка. И ещё, когда вы приходите на спектакль и сегодня тоже, кто вас встретил? Кто? Кто не разговаривал? Девочки мимые, да? Когда вы приходили к нам на спектакль, у мимов была очень большая там работа, нагрузка, и они там везде работали и всё. И вот сейчас вы с ними опять встретитесь, но они будут немножко в другом качестве. И так наша импровизация называется «Здравствуйте, я ваша тётя». Субтитры создавал DimaTorzok 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 О.О. Галет! inaccurate у меня из-за тебя теперь синяк будет! А это я-каукатица?! Да ты сама мне все ноги оттоптала?! Да ты в信love не можешь попасть! А тебе видеть на уху наступили! Что?! Что??? Мы раскричались как торговки на базаре Уже весь квартал знает, что у меня одна вынучая каракатица, а вторая метреть на уху наступила! Мой мелкий! Мальчик! Торюда мне будет скрыться! Не спустим! Перестаньте стрекотать, как две сороки! Если вы не будете друг другу помогать и не подготовите этюд, вы никогда не поступите в школу искусств. Ваш отец будет очень расстроен. Зачем нам вообще эти этюды? Сейчас это не модно. Сейчас модно хип-хоп. Ну, точно, или рэп. Продолжение следует... Как вам? Не стыдно. Ваш отец хочет приобщить вас к высокому искусству. Вы же знаете, он художник. Тоже мне художник. За всю жизнь ни одной картины не продал. Зато я продала шесть. Да, ты бы еще щетки вспомнила. Так, в общем, хватит пререкаться и немедленно рептировать. Ну, Блэс, как сегодня дела? Лучше, чем всегда. Вот невезение. О чем ты говоришь? Все деньги будут потрачены на школу для девочек. Моргий еще нечем заплатить. Ну ладно, нет ничего нового. А вот как раз и есть. И что же? У меня для тебя хорошая новость. О-ля-ля. Я только надеюсь, что ты не рассердишься. В таком случае я уже готов к худшему, так что говори. К нам приезжает по гости моя тетечка. Тетечка! Кошмар! Опять будет заставлять учить испанский. Девочки! Не смейте так говорить о тетечке. Да если бы она в свое время не написала мне рекомендательное письмо, вас бы вообще на свете не было. Какое еще письмо? Она вообще говорила, что ты работала по вызову. Ты с ума сошла? Да говорил-говорил, я слышала. Нет, это совсем не то, что я говорил. Я говорил, что маму прислали из бюро по найму как прислугу за черной работы. Но совсем не то, что они тут удумали. Девочки, начинайте репетировать, тетю. А мы с папой поедем на багал встречать тетечку. Поехали, дорогой. Поехали. Репетировать. Поехали. 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 Начинаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Что случилось с Гастоном? А.Кулакова 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 А почему ты подал в кастрюлю? Так, горячее. А зачем горячее? Чтоб обжечься? Кофе. Горячий, вкусный. Что случилось? Не может быть. Блэс, тетечка привезла нам 50 тысяч щеток. Куда им Блэс? Опять щетки? Да их уже девать некуда. Как я их ненавижу. Аплодисменты. 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 Спасибо, спасибо. Людочка, иди сюда. Людочка, вот сюда. Спасибо большое. Мне кажется, хорошо справилась, правда? Ну что же, подошла к концу вторая, вернее, извините, импровизация, третья маленькая вещь наша. И сейчас ребятам надо переодеться, приготовиться к следующей импровизации, к последней. Вот. А на эту сцену я хочу пригласить очень хорошего нашего актера, автора многих наших спектаклей, талантливого писателя-юмориста, просто талантливого, любимого нашего человека, Махтанзика Младзе. Пожалуйста. Кстати, хотела бы сразу сказать, что все тексты, которые здесь, все сценарии, ко всем четырем вещам написал Махтанг Младзе. Ну, мы, правда, их немножечко усушительствовали, но, да, вот. Днем Саша интересовалась, что курил автор, когда я все это придумал. Автор не курит. Да, ну, пока мои коллеги готовятся, там, я тут вас немножко развлеку, сейчас найду чем. Да, значит, что я хочу для начала вам прочитать. Я счастливый дедушка двух внуков, и поэтому с каждым годом чаще и чаще сталкиваюсь с разницей в отношениях жизни, в понимании между поколениями. Ну, понятно, что наши дети отличаются от нас, наши внуки отличаются от наших детей, но каким-то образом приходится все это совмещать, потому что, когда собираются все вместе, нужно находить какой-то общий язык, а молодежь сегодня так разговаривает, что иногда вообще не поймешь, на каком это языке. Вроде слышишь русский, но как-то непонятно. Ну, вот. Я так немножко пофантазировал, как это может все выглядеть, и вылилось это вот в такую вещь. Значит, это папа, молодой современный папа, ну, по идее, лет 30-35, читает на ночь сказку своему сыну, которому, по идее, лет 5-7. Вот. Ну, и вот это вот такое вот современная интерпретация. Значит, сказка на ночь. Папа. Жила-была девочка. Звали ее Маша. Сын. Куда звали? Папа. Да никуда ее не звали. Имя у нее такое было. Маша. Сын. А почему? Папа. Ну, откуда я знаю? Модно тогда было Машами девочек называть. Ну, так вот. Пошла она как-то в лес. Сын. Зачем? Папа. Да понятия не имею. Может, за ягодами. Ну, не перебивай, а то я запутаюсь вообще. Значит, пошла она, значит, в лес и заблудилась. Идет, 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 идет. Страшно. Вдруг видит дом. Сын. А, это хорошо, значит, к людям вышло. Папа. Ну, да, да, да. Значит, заходит она в дом, а там никого. Огляделась по сторонам, видит стол накрытый. Она в одну тарелку невкусная. В другую, ну, гадость. В третью. Опаньки, а там нормально. Все, в самый раз. Каша вкусная такая. Она, значит, ее все съела и в спальню потопала. А нет, подожди. Сначала она на стульях начала качаться. Значит, на одном покачалась, на другом покачалась, на самом маленьком качалась, качалась и хрязь сломала. Сын. О, как. Так. Харчи, значит, съела, мебель сломала. Плохая девочка. Папа. Да неплохая она, ну, просто с головкой не дружит. Короче, пошла она в спальню. Сын. А зачем? Она же там хавчик сметелила. Мебель сломала. Ей бежать надо, а не в спальню. Папа. Ну, не знаю, ну, может, когда на стульях качалась, укачала ее. Короче, пошла в спальню. На одной кровати повалялась неудобно, на другой повалялась тоже неудобно. На самую маленькую кровать легла, нормалек. Все, там и заснула. А в этом доме жили медведи. Сын. Нифига себе берлога. Папа. Ага. И вот как раз в это время медведи домой возвращаются. Ну, старший как заорет. Сын. Привет, медведь! Папа. Ага, ну, вот примерно так, значит, и закричал. Вот. Мол, кто жрал из моей тарелки? Сын. А остальные? Папа. Ну, второй медведь, тот, что поменьше, тоже давай орать. Сын опять. Привет, медведь! Да нет, нет. Ну, ну, топ, тоже возмущается. Сын. А третий чего? Папа. А третий угрюма так тянет. У-у-у, бардак. Вообще страх потеряли. Кашу сожрали. А самый здоровый ему говорит. Это еще фигня, ты на стул свой посмотри. На чем теперь сидеть будешь? Расстроился мелкий и говорит. Ну, теперь без вариантов. В спальне на кровати сидеть придется. И пошел понуро в спальню. А там на кровати девчонка валяется. Морда в каше. В руке ножка от стула. Сын. Папа Далова. И настал тут хулиганке полный привет. Папа. Не-не-не. Медведь тот, что мелкий был. Он молча прыг в койку и затих. Сын. Красавчик. И что дальше? Папа, дальше? Да дальше тебе, наверное, пока рано еще. Я тебе в другой раз расскажу. А сейчас спи уже. Пора, давай. Сын. На самом интересном месте. Ну ладно. Спокойной ночи, папа. Я просто хочу с вами тут поделиться одним таким наблюдением интересным. Иногда совершенно очевидные вещи, на которые никто не обращает внимания. Хорошо известно, что испанец это человек, мужчина. А испанка это крип. Если вы пойдете по национальности, то очень интересную закономерность пронаблюдайте. Американец это человек. Американка это название игры в бильярд. Индеец человек. Индейка птица. Кореец человек. Корейка еда. Болгарин человек. А болгарка, ну мужчина, знает, это инструмент. Финн человек. Финнка, правильно. Финнка нож, да. Вот поляк человек. А полька танец. Турак человек. А турка это посуда, в которой варят кофе. Голландец это человек. А голландка это печка. Ну, венгрр человек, а венгерка это сорт сливы. Вот. Ну, молдаванин человек. Молдаванка район в Одессе. Ну, про чехов и вьетнамцев понятно, да. Чех и вьетнамец это мужчина, а чешки и вьетнамки это понятно. Вот. Есть исключения, есть исключения. Значит, а москвич неожиданно человек, вернее, сори, москвичка человека, да, неожиданно. Все были наоборот. А москвич это вот машина. Ну, вот это ведро, которое они называют машиной. Да, вот. Но на самом деле самое большое неожиданное исключение, то, что еврей и еврейка оба люди. Ну, большое уже ничего не будем. Ну, сейчас что-нибудь маленькое. Саша, еще надо? А, поуздай. Ладно. А внучка жалуется. А мне дедушка мороженое не покупает, чтобы я не простудился. Папа, какой заботливый старый жмот. А из-за сильной тонировки и громкой музыки армянский шаттл пролетел мимо луны. Вот интересный диалог двух евреев, который один другому задает вопрос. Сема, вы случайно не знаете, кто такой Ихтиандр? Умный Сема. Ну, Ихтиос по-гречески рыба. Андр человек. Второй. Ну, я так и знал. Фишман. Собрался как-то на рыбалку, забыл купить сигареты. Взял сигареты сына. Через час поймал двух дельфинов, пять акул и лохместное чудовище. Ну, и напоследок просто анекдот, да. Значит, английский лорд приходит в гости к своему другу, дверь открывает дворецкий. Значит, лорд говорит, здравствуйте, Джек, я бы хотел увидеть мистера Джонсона. Дворецкий. Это невозможно, сэр Мистер Джонсон уехал на похороны. Понятно. А вы не подскажете, скоро ли он вернется? Дворецкий. Полагаю, не скоро, сэр. Он уехал туда в гробу. А, они уже посвистывают, понятно. Дельфины наши. Ага, ну хорошо, спасибо, Афтанг. И вот пришло время нашей последней импровизации. Я хочу пригласить на эту сцену еще одного входящего, который мы отобрали заранее, но не в курсе, что он будет, естественно, делать. Это Борис. Его многие знают как Борис Вероника. Где Борис? Пожалуйста. Легкий, кустой. Борис Вероника, кто знает видео шок-студия. Спасибо. Ну, чуть-чуть. Ну, как и все в детстве драм-кружок, который до сих пор существует. Такой есть поселок Светлое под Саратовом. Кстати, там и в этом драм-кружке учился Женя Миронов. Все знаете. Да. Ну, а потом, значит, он в театр. Я в большой спорт ушел, 28 лет в спорте. И опять вернулся в театр. В театр. И сейчас? И сейчас вот придам. А, ну, при видеошот-студии есть Мила Тиманко, режиссер, студия Вдохновение. Ну, а до этого в Удивительной Кошке, там, роли Булаги, Борис Рыжий, Бефа Буи. Еще что-то. Прекрасно. Да. В общем, короче, есть. Будьте любезны, испанский товарищ, осторожненько. Итак, мы начинаем нашу последнюю импровизацию. Ну, и думали мы думали, и наши фантазии очень далеко уехали. Если честно, вот тут уже говорил Вахтанг, что... Повторяю, я не курил. Да ты-то не курил. У нас куда-то замесло непонятно. Короче, действие спектакля Блэс происходит во Франции в 60-е годы. Сейчас вы увидите действие, которое разворачивается в Индии. Да. Нам навеяли, знаете, такие вот старые индийские мелодрамы, где они там поют, танцуют, грустят, веселятся. И нашу импровизацию мы назвали «Индийское кино». АПЛОДИСМЕНТЫ Играет музыка Играет музыка Играет музыка 30 лет назад, почему именно сейчас ты собралась на ее войско? Сердце матери может ждать долго, но не вечно. Страданы все эти годы, кто хочет нас танцевать. Что ты знаешь о страдальных женщинах, с тех пор, как вод и гарга унесли нашу малышку, я ни на секунду не сомкнул глаз. В 6 лет я не ел, не пил, я молил вишну вернуть нам нашу малышку, но боги только отвернулись от нас, и мне оставалось только танцевать. ПЕСНЯ 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 У нас прислали по найму и по найму, и по найму. А что же вы умеете делать? Ловя, по секрету скажу, я режиссер. Да ты что, ты с ума сошла? Это же наш великий Раджа. Что же привело вас в нашу скромную лачугу? Бизнес. Великий Раджа, наверное, вспомнил о своем бедном художнике и решил заказать портрет своей любимой жены в рост. Ой, бедный. Это большая честь для нас, Раджа. Ты согласен, Махим? Конечно. Помню, двадцать лет назад я уже начинал рисовать портрет любимой жены великого Раджи. Но Великий Раджа внезапно отправил свою жену во Францию. А при чем я-то здесь? Вы отправили свою жену в Бритонию. Да-да, кажется так. Правда, Великий Раджа? Почему вы ее туда отправили? Я слышу это. Ну, я надеюсь, она уже вернулась и вы окажите нам чистку. И она приехала с вами. Нет, этому дому. Она прекрасна. Он Великий Раджа. Какой мир с дому. Один туалет здесь только. Вы, наверное, ее любите очень. Любите? Очень. Такая молодая. Та, с которой я был знаком, должна быть немного постарше. Но это не важно, с кем ты был знаком. А вы давно женаты? Давно ли вы женаты? Давно мы женаты. Скажите, что нет, Раджа. Сейчас скажу. Женаты мы были. Не в моей праве говорить, что я. Я, наверное, Бог и детишек послал много. Много. Это интересно. Четверо. Правда, четверто вот я записал не так. Китайцем назвал. Ну, я же вычитал, вычитал, что каждый четвертый человек рожденный китаец. Ну, я и написал. Пустящее дело. Простите, что перебиваю вашу трогательную беседу. Я Сара. И вообще-то меня прислали из бюро по найму. Как прислугу для Махиндера Капура. А, я понял. Великий Раджа. Решил пошутить. А мы и не ожидали. У тебя что, Маразу, что ли? Великий Раджа такой большой шутник. Мне так весело, что хочется танцевать. Та-дам! 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 Та-дам Мне этот больше нравится. Какая несмыганная зерна. Еще одно слово, и я люблю вам пощечину. В это бюро по дайму, ну никакого порядка. Смотрите, они нам еще одну девушку прислали. А это решительно невозможно. Я сейчас же позвоню в бюро и откажусь от кого-нибудь. Да, да, обязательно скажи, что мы просили совсем не то. А что здесь происходит? Папа, может, ты мне объяснишь? Дольше. Понимаешь? Я... Ну, ты сама понимаешь, что денег нету. Великий оттенок. Надо снимать. Вот я в Канаду приехал. Немножко надо подзаработать. Помнишь, сколько стоило нам зитую киту снять? Шесть бейсментов строил. Прикинь? Ну, сейчас я, правда, на родине-то был. В Израиле. К ним проезжал. Ну, я понял, я понял. Великий Раджа сегодня опять пошутил. Он просто в утаре. Я никогда не шучу. Но мне почему-то не до шуток. Папа, что мы делаем в доме у этих нищебродов? Правильно, правильно. И туалет один. Ваш отец приехал заказать фортрет моему мужа. Чей? Мой? Нет, вашей матушке. А меня зачем притащили? Я что, зря своего любимого слона сюда гнала? Я так сердито, что мне хочется танцевать. Папа, потанцуй со мной. Папа, потанцуй со мной. Так, все. Я решила. Папа, скажи ему, пусть рисует меня. Ну, скажи. Рисовать можешь? Скажи мне, как художник. А ты можешь, доча? Сидя, стоя, лежа. Ну, а как? Ну, ты по-всякому умеешь. Мне нужно, чтобы вы позировали. Папа, а что такое позировать? Позировать? Что такое позировать? Вы встанете передо мной. Я нарисую с вас картину. Картина. А, хорошо. Я знаю. Я знаю, как это. Вам нужно будет раздеться в спальне. Раздеться в спальне? Ну, точно, я думал, сумасшедший тот. Это почти как у доктора. Можно это и так понимать. Папа, можно я раздеться в спальне? Пожалуйста. Доча. У меня столько денег нет. Папа, вы не волнуйтесь. Вы не волнуйтесь. Они смотрят на нас только глазами художников. Чаще всего, да. Ну, судя по вашим словам, вы уже позировали. О, самую малость. Я работала у одного художника. Хорошо, что у одного. Если великий рожан не против, мы можем начать. Пройдемте в спальню, там освещение больше. Ходите, я пойду с вами и помогу вам. Да, пожалуйста. В нашем доме сегодня как-то необычайно многолюдно. Мы пригласили в спальню, чтобы все сберли по найму. А посмотрите, кого они нам прислали. И кого они нам прислали. Мне кажется, что она мало похожа на прислугу. На соседку похожа. И кажется, кухарка из нее никудышная. Муж у ней русский был. Он все ей тер-тер, ого, дотер. Кухарка, прислугая. Вы им повезло. Что за бред вы тут несете? Что за бред вы тут несете? А, любимый Раджа опять что-то курил. Курил. Ну что же вы такое говорите, великий Раджа? Усмирите эту девушку нахалку. Она вас назвала нахалкой. Да, ну что ты сказал? Да она, сказал. Я с тобой дома разберусь. О, боги, послали же вы мне мужа. Как трудно жить с таким мужем. Мне так трудно, так трудно, что хочется танцевать. Я с тобой дома. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И с тех пор я росла в приюте Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не этот ли портрет ты нарисовал жене Раджи Двадцать лет назад? Я как бы понимаешь.. СЕСТРА!!! Какое счастье!!! Я всегда мечтала иметь СЕСТРУ Я так рада, так рада, что хочется танцевать! а а а не а и и и и и и и Подождите-ка танцевать, а у вас, великий Раджар, не возникло ли несколько вопросов к вашей супруге? Возникло. Дорогой, это совершенно не то, что ты подумал. Не к этой. Дома, кто объяснил. Как хорошо, что вы теперь одна, большая, дружная индийская семья. Дружная индийская семья. Ну, Махин, ты у меня сейчас попляшешь. Нет, нет. Во все, все, танцуют все. Махин. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ксения Дружинина Я хочу попросить, собственно на этом наш вечер заканчивается Осталось только поблагодарить нам входящих Пожалуйста, все входящие, которые сегодня были во всей импровизации Выйдите, пожалуйста, сюда Мы вас очень мучили И поэтому хотим вам заплатить Спасибо большое, это вам маленькие подарочки Я так весело, что хочется рисовать Спасибо Спасибо, займите Можно заплачуть за рисунок Берите так Все, спасибо большое Займите свои места Я попрошу выйти сюда на эту сцену У всех, кто сегодня для вас сыграл Всех наших артистов Выйдите, пожалуйста, ну поближе Что же вы там жметесь-то к этому слону Леночка, где у нас? Вот там, Лена, Катя Итак, для вас сегодня играли Катя Мунк Елена Лап Карина Колесникова Карина Фатуматова Андрей Урусов Ольга Кузнецова Елена Парамарова Ксения Дружинина Полина Бурнега Как там Катя Режиссер-постановщик Александр И вам спасибо огромное, что вы к нам пришли Вы сейчас уйдете Да, к сожалению, пришло время расставаться Нам грустно, конечно, что вы уходите Причем так грустно Что хочется танцевать Как тогда真的 прикольно Брагон и 42-й Брагон и сатет Скля resources На самом деле, правда, их конец Все, спасибо большое Ждём вас в нашем театре На других выпусках Спасибо!